В Азбесте стартовала летняя оздоровительная кампания. Юные азбестовцы отдохнут этим летом в оздоровительных профилакториях, школьных и загородных лагерях, а также на Черноморском побережье. 5300 юных азбестовцев смогут в этом году отдохнуть и оздоровиться в санаториях и детских лагерях области и Черноморского побережья. Муниципальной оздоровительной комиссии будет принято решение о начале оздоровительной кампании. В связи с согласованием постановления и по уровню готовности фактически предлагаем начать оздоровительную кампанию с 24 марта 2014 года. Это связано с тем, что те изменения, которые были к 220-му постановлению правительства в 2013 году, изменения последние от февраля 2014 года, предполагают определенные требования к проведению информационно-заявочной кампании, то есть работе со СМИ и с населением. Только после решения муниципальной оздоровительной комиссии, где будет определена стоимость путевки, целевые показатели подтверждены, те, которые установлены постановлением правительства. Отметим, что финансирование нынешнего года оздоровительной кампании составит 25 млн 933 300 рублей. Это больше от суммы прошлого года на 1 млн 214 200 рублей. В условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия в этом году определен показатель 350 человек. Из них 30 ребят будут направлены на Черноморское побережье. Путевки на санаторно-курортное лечение будут выделяться только по медицинским показаниям. В детском загородном лагере «Заря» планируется провести 4 смены с общим охватом 1 275 человек. Стоимость путевки с условием индексации – 13 515 рублей. Родительская плата может составить 10 или 20% от суммы путевки. Будут работать лагеря с дневным пребыванием детей. Организованы трудовые и экологические лагеря на базе образовательных организаций, подведомственных управлений образованием и спортивных школах. Большое внимание при организации отдыха и оздоровления детей будут уделяться вопросам безопасности, соблюдению санитарных норм и правил. Так же, как и прошлые годы, особое внимание должно уделяться организации отдыха, оздоровлению и занятий детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся в печени родителей, дети из малобеспеченных и неполных семей. Также планируется охватить всеми видами летнего отдыха 70% детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Надеемся, что оздоровительная кампания пройдет организованно и будут выполнены все целевые показатели. Наши дети отдохнут и поправят свое здоровье. А мы создадим все необходимые для этого условия. Напоминаем, что информационно-заявочная оздоровительная кампания стартует с 24 марта 2014 года. Порядок предоставления документов можно узнать в Управлении образованием города или на сайте Управления.